Всем приветики! Я и мой пушистый желтоглазый комок Асап приветствуем вас в гардеробной Елены Крыгиной. Если кто не знаком с Асапом, то это мой приютыш, который я взяла в приюте Юна, которому страшно стараюсь помогать, сколько могу и сколько есть времени уделять этим красавцам. Так что, если у вас еще нет пушистого друга, обязательно приходите в Юну, знакомьтесь и выбирайте. Мы вот с Асапом как влюбились сразу друг к другу, и так и все. Так теперь они разлучны. Что будем с вами делать? Рассказываю. Я, значит, сейчас стою, крашусь и понимаю, что же я крашусь перед зеркалом, когда могу делать это перед камерой, верно? В общем, я придумала клевый мейк в трендах, и можно круто продолжить эту тему, а вам заодно будет полезно посмотреть. Так, как я уже сказала, у меня есть тон. Я наносила Дермаблент, который я вам показывала в прошлый раз, просто потому что он очень стойкий, он реально круто, ну, как видите, тонирует лицо, тон очень ровный, и я крашусь прямо с утра, и в последнее время график гипернасыщенный, я насыщен публичными мероприятиями, поэтому мне нужно, чтобы кожа выглядела хорошо и в кадре, и вообще, и чтобы макияж держался очень долго. Поэтому выбираю его, и в последнее время только ему пользуюсь. Качество праймера я наносила нашу новинку, это фиксит спрей, он вот только-только появился у нас на сайте, поэтому обязательно зайдите, посмотрите, купите, потому что это страшно незаменимая вещь в макияже. Поэтому напшикаюсь, потому что он крут не только как праймер и не только как фиксирующий спрей, но еще и между слоями, чтобы тон не пересыхал, благодаря этому он будет держаться намного дольше. Давайте по порядку. Моя разработка новая заключается в чем? В том, что мне нужен был спрей фиксирующий, который реально фиксирует макияж. Как правило, они просто увлажняют макияж, и никакой фиксации там нет. И мне нужен был в том числе очень ухаживающий состав, чтобы кожу можно было быстро реанимировать, чтобы вот в такой демисезонный период, когда кожа шелушится, обезвоживается мгновенно, чтобы можно было мгновенно сделать поверхность кожи более увлажненной, более гладкой, и чтобы оставалась такая дышащая тонкая пленочка, и нанесение тона становилось все легче, легче и быстрее. Мне надо прям, чтобы тон раскатывался по этой пленочке. Короче, там увлажняющий комплекс, который быстро и мгновенно вы почувствуете его эффект на коже, потому что она становится такая бархатная, такая вся гладенькая, шелковистая. Гидронизированное касторовое масло, которое как раз-таки сохраняет все полезные свойства касторового масла, плюс дает водоотталкивающий эффект, и при этом не делает продукт тяжелее, не нагружает кожу жирностью. И биокомплекс с полисахаридами, который как раз-таки создает такую прям фиксирующую вот реально пленочку на коже, тончайшую, дышащую, которая стягивается-растягивается вместе с вашей мимикой, и сохраняя макияж вот прям стойким, крепким, и если вы хотите, чтобы ваш макияж был максимально стойким, используйте фикси-спрей в качестве праймера, наносите его между слоями, вот, например, затонировали, и перед тем, как начать красить глаза, и вот до прикудривания спрысните, вот как я сейчас спрыснула, и пускай тон дополнительно фиксируется. Ну и обязательно в конце макияжа зафиксировать мейк. Это позволит вам использовать меньше пудры, он не имеет слоя, вы можете его хоть и прыскаться им, и слоя от него вы никогда не почувствуете. При этом кожа будет очень увлажненная, и можно использовать его для увлажнения только на определенных участках дополнительно, в качестве, ну, естественно, в качестве увлажнителя пигмента Metallize, для того, чтобы использовать металлизированные сухие пигменты во влажной технике. Плюсов у него триллиард, и он в алюминиевой упаковке всегда такой немножко прохладненький. Маску на губы нанесу, чтобы увлажнялись, сейчас обветриваются губы. Кто не пробовал лип-маск, сочувствую, что я могу сказать вам. Лип-маск вообще предмет гордости в Крыгина Косметикс, и уже целая тусовка фанатов есть у этого продукта, потому что люди, у которых губы очень обветриваются, это вот я тональный крем задела, маска-то сама бесцветная. Получился эффект джейло на губах, плюс его костюма розового не хватает мне. Так вот, этот продукт я вроде бы про него уже рассказывала, а может быть и нет, быстро пробегусь. Это очень питательная маска для губ, бальзам-маска. Можете использовать вот как бальзам в течение дня, бросить в сумочку и наносить по мере необходимости. А можете, и я прям страшно рекомендую, использовать его как маску на ночь, потому что проснетесь прям с новыми губами, если вы используете часто стойкие покрытия на губах, как я это делаю, то вам, конечно, прямо показано, чтобы у вас губы восстанавливались ночью, потому что другого времени у вас, по сути, просто нет. Поверх стойкого покрытия, например, конкрет, наносить маску можно, но просто стойкость пропадет, потому что он сразу превратится в увлажняющую помаду. И вот этого матового густого, такого немножко гуашевого эффекта его не будет. Соответственно, когда вам губы восстанавливают? Ночью. Ну, вообще, губы недооцененная область разработчиками косметики, потому что все продукты очень базовые для губы, на самом деле, нужен хороший уход. Вот там масел, почитайте состав, а все для чего? Чтобы не закладывались вертикальные морщинки, чтобы поверхность губ была ровная, такая неморщинистая, налетая, чтобы был запас влаги в губах, чтобы они не сохли там от любого перепада температур. То есть вот у вас как есть, я не знаю, крем для лица, крем для тела, крем для зоны вокруг глаз, сыворотки, бустер, вот у вас есть еще такой продукт для губ. Он как бы обязательный, потому что губам тоже нужен уход. Там, если морщинки вот эти закладываются, то уже их потом распечатать обратно очень сложно будет, поэтому лучше следить сразу. Начнем с глаз. Я немножко припудрю. Эта фиксит паудра вы наверняка уже с ней знакомы. Я буду использовать ее в качестве праймера для нанесения конкрет. Я прямо на ладошку ее немного насыпаю и припудриваю верхнее веко, ну и чуть-чуть по нижнему. Смотрите, какая разница. Типа здесь складки и здесь просто рука как будто отфотошопленная. Так работает пудра. Видите? Вот даже здесь далека посмотрите. Это вот куда я себе нанесла вообще никаких складочек не осталось. Она очень круто отражает цвет и выравнивает кожу визуально. Я, в общем, видимо, немного вдохновилась коачелой, которая сейчас идет. И у меня будет зеленая. Причем зеленая нежная. Я возьму конкрет белый, white. И конкрет зеленый, green. Это прям какой-то гугл-переводчик сейчас. Вы можете использовать, конечно же, палитру, либо коробочку от конкрет. Это всегда очень удобно. Вот она всегда у вас под рукой. Но я так привыкла все делать на тыльной стороне ладони, что по привычке буду двигаться в своем этом профессиональном направлении. Смотрим, что получается. Получился у нас такой нежный, пастельный зеленый. Давайте посмотрим. Наверное, я даже хочу чуть-чуть побелее его сделать. Сейчас посмотрим. Наношу как смойки, но чуть-чуть уже буду растушевывать к вискам, как такую немного стрелочку. У меня две кисточки сейчас. Да вообще, на самом деле, две основные кисточки, которыми я пользуюсь практически постоянно. Для нанесения конкретной растушевки это кисточки на водруга Сердара Камбарова. Наносить очень удобно. Т6. Растушевывать очень удобно. Т4. Мне кажется, что Сердар сделал специально кисточки для конкрет. Я его подозреваю в этом, потому что эти кисти так дружат со всеми конкретами. Как я вам уже в прошлом Ройке говорила, тренд на яркий цвет, даже в какой-то степени практически неоновый. Этот цвет должен быть главным акцентом, то есть поверх нюда. Поэтому очень важно самый яркий акцент выстроить сразу. Вот я даже и брови не делаю сейчас, чтобы этого цвета было в максимуме сейчас на лице. Чтобы он был самый вообще главный. Я только на верхнее веко нанесу, как стрелочку прям вытяну. Будьте аккуратны с зеленым, потому что зеленый очень сложно растушевывается в кожу. И вот если вы будете использовать конкрет, например, в чистом зеленом цвете, старайтесь сделать так, чтобы у вас растушевка была как бы очень короткая. Не тяните слишком сильно. Потому что зеленый же один из оттенков синяка, и он очень быстро из вашего декоративного образа может синяком и стать. Немножко зафиксирую остатками пудры. Пока еще не знаю. Оставлю матовый, и сейчас мне уже в голову пришло, что можно давать сюда зеленые блестки. Возьму оттенок чеснот. Я им немножко сделаю коррекцию. Может быть, чуть-чуть выделю нижнее веко. Немного по контуру. Сразу чуть-чуть выделю контур губ. Маленькая кисточка удобная. Чуть-чуть растушую. И немного с помощью этого же цвета сделаю легкую коррекцию. Чуть-чуть добавлю толп оттенок в теснот, чтобы он был чуть-чуть похолоднее. И немножко прорисую носик. Оттеню складку верхнего века. И растушую. Давайте накрасим ресницы. Перед этим я их хорошенько откручу. И накрашу. Это High Impact Mascara, это Clinique. Так, пускай верхние высохнут. Потом накрасим нижние, а я пока сделаю брови. Так, конкрет в антенке ТОП. Это тот, которым я day by day крашу свои брови. Причешу. Кисть для подводки. На ней было написано, по-моему, eyeliner, чего-то там. Из Sephora. Самая моя любимая кисть для бровей. Чтобы вам было удобнее прорисовывать волоски, убедитесь, что у вас кисточка, вот она очень тоненькая, что у вас ворсинки кисти не разъезжаются в разные стороны. И поставьте себе в упор мизинчик. Держите кисть перпендикулярно. Как только вы ее завалите, тоненького волоска не получится. Видите, если будете по волоску дорисовывать, будут у вас шикарные, густые и при этом абсолютно естественные на вид брови. А дальше можете делать их ярче, пока внутренний стоп не сработает. И обязательно финально хорошо расчешите брови, надавливая чуть сильнее в тех местах, где вы видите, что волосок у вас получился, ну, такой фейковой палочкой. Потому что щеточка немножко стушует цвет, и брови будут выглядеть натуральнее. Так, румянец. Румянец свежий. Это Selman. И просто какой-то оттенок этой весны. Я все им делаю. Глаза крашу. Щеки румяню себе. Я не могу от него никак отказаться. Мягкая, очень мягкая кисточка. Это Smashbox. Коррекцию я тоже с помощью Smashbox делала кисточки. Наносим на яблочки щек. Чуть-чуть кончик носа. И вот эти остатки на руке я смешаю с блеском Gloss Gloss прозрачным. Он такой приобретет немножко оттенок лососевый. Получится очень красивый блеск. Это вот прямо сейчас у меня топчик. Если я не крашу губы красным, я крашу губы таким блеском. Смешиваю Gloss Gloss и Selman. Пропорция где-то моя идеальная. Три к одному. Три части блеска. И вот прям одна маленькая Selman. То есть чуть-чуть добавить оттенок. Потому что конкрет очень пигментированный. Его много не надо. Припудрим теперь лицо. Мягкой кистью я пробегусь больше по центру. Немножко даже пробегусь по бровям, чтобы зафиксировать волоски. И вот смотрите. Чтобы сделать макияж максимально стойким, я поверх этой пудры еще раз пробегаюсь спреем. Во-первых, у меня не будет слишком матового эффекта. Во-вторых, мы создаем двойное закрепление. И тогда мейк вообще становится водостойким. Ждем, пока высохнет. Если вы артист сцены, театра, кино, балета, то я вам рекомендую вообще наносить слой пудры, слой спрея. И потом еще раз припудривать. Тогда вообще мейк становится водостойким. Прям очень стойким. Нижние реснички накрасим. Ну и что-то прям так кончится весны и весенней нежности. Давайте еще блестки добавим. Я выбрала блестки крас-грин, травянистый и зеленый. Сейчас куачелло случится у нас. Я нанесу тоненькой достаточно кисточкой. Это тоже сердар. Я обычно ей губы крашу до 9. Спрысну спреем, чтобы она была немного влажная. Пробегусь даже чуть-чуть по контуру, чтобы убрать лишнюю влагу с кисточки на конкрет. И нанесу на ресничный край. Пускай там сидят и блестят. На внутренний уголок чуть пошире нанесу. Переливается. Если блестки чуть-чуть осыпались, вы можете взять патч и аккуратненько собрать. Можете приклеить патч, как, собственно, это и должно было быть. Но я очень люблю просто собирать липкой основы патча посыпавшиеся блесточки. Ну что, вуаля! Еще один трендовый мейк мы с вами разобрали. Прям абба. Вам не показалось. Это, кстати, один из самых, наверное, модных мейков в этом сезоне. Здесь мы охватили с вами три тренда, кстати. Нет, даже четыре. Первый тренд — это яркий цвет. Я уже вам о нем рассказывала в предыдущем уроке. Но, как видите, у нас один яркий акцент. То есть это чистый цвет поверх нюда. Есть? Есть. Второй тренд — это глиттер. Блестки всех видов и мастей. Пожалуйста, наносите на свое лицо, чтобы у вас прям ЛСД-мейкоп получился. Тогда будете в супертренде. Но если вы скромница и к блесткам пока особо не готовы, хотя бы маленькую точку какую-нибудь себе поставьте. Посмотрите, у нас на сайте блестки Sparkles. У нас огромная их линия. Они разных размеров. Блестят как просто чокнутые. И очень вам понравится. Очень легко их применять. Дальше. С глиттером поняли. Еще один тренд — это блеск для губ. Блеск для губ прозрачный, с легким тинтом, может быть. Но вообще такой в статусе прозрачный. Наконец-таки он вернулся. Наконец-таки блеск для губ стал абсолютно так же популярен, как яркая насыщенная помада. Если в прошлый раз мы разобрали с вами тренд вибрирующего контура с ярким цветом, то в данном случае мы скорректировали губы и просто нанесли прозрачный блеск. Я чуть-чуть у него добавила Salmon оттенок, чтобы был вот этот красивый пигментик, чтобы он проявлялся на губах, потому что мне кажется, что он очень секси выглядит. Но контур обязательно необходимо проработать, причем незаметно, чтобы не было ощущения, что вы губы подводили. Вот у меня же нет ощущения, что я губы подводила. А я конкретно, честно, если помните, да, себе немножечко губ сделала побольше и дорисовала их. Поэтому здесь вот важна деликатность. Коррекцию губ делать надо, но так, чтобы это не было видно. Если вы будете носить прозрачный блеск с четко отрисованным контуром, это будет выглядеть немножко пошловато, и уже слишком много фокуса будет на губы. Вот сейчас у нас от глаз внимание ничего не отвлекает, и как бы вот этот блеск, он только подчеркивает тот блеск, который есть на глазах. И четвертый тренд, который мы с вами даже не преследовали цели разобрать, но поскольку мы немодно не делаем, это кожа. Видите вот этот эффект сатином вот такого свечения, который сейчас есть на коже, и какая она вся ровная и гладкая. Вот это то, чего необходимо добиваться. Добиваться этого надо, конечно же, с помощью ухода и следить за кожей. Если ухаживаешь за кожей, она очень благодарная. И, конечно же, необходимо особое внимание уделять тону как тональному средству, так и дополнительным всяким гаджетам. Так что Fixed Spray для того, чтобы создать вот этот вот красивый, лоснящийся эффект, в каждой косметичке должен оказаться обязательно. Потому что вот это свечение появилось благодаря ему. Мы не наносили никакой хайлайтер, мы не наносили вообще ничего сюда для блеска. Пудра вообще матирует. А Dermablend, тональный крем, все знают прекрасно, что он с матовым эффектом, потому что он для того, чтобы корректировать несовершенство кожи. И вот этот вот носк наливного яблочка как раз-таки получился благодаря тонкой вот этой пленочке-спрея, которая остается и делает очень бархатную кожу, очень гладкую. Вот прям хочется каждую из вас напшикать, чтобы мы потрогали, какая кожа от него получается классная. Вот, все, короче, весеннего настроения. Я пошла развлекать студентов МГУ. Меня пригласили выступить с чем-нибудь, с чем угодно мне сказали выступать. Очень студенты хотят, чтобы ты пришла. Это очень мне приятно. Спасибо большое. Все, кто учится в МГУ и все, кто не учится в МГУ, все вообще, кто оставляет свои заявки в своих компаниях или в учебных заведениях с просьбой пригласить меня в качестве спикера, мотивирующего и вдохновляющего. Мне это дико приятно, потому что я вроде как бы не стараюсь, но если у меня получается кого-то поднять с дивана и вдохновить что-то сделать, маленькое или великое, я очень рада. Это делает меня счастливой, честно. Все, всех целую, всем пока, всем весны.